Час пик, время, когда зебра реально становится опасной для жизни. 16 покалеченных с начала года на пешеходных переходах. Статистика ужасает. Стоило выйти в очередной рейд с сотрудниками ДПС, как на переходе. Нам едва не проехали по ногам. Водители, кажется, напрочь забыли правила. Пешеход, переходящий дорогу по зебре, автоматически пользуется преимуществом. И ведь объяснять это водителям у каждой зебры экипаж не поставишь. Поэтому в последнее время дорожные полицейские практикуют скрытое патрулирование в обычной машине с видеокамерой. Toyota 105. Toyota 105, 53 регион, я так понимаю. Из штатной машины один за другим по рации летят автомобильные номера нарушителей. И тут же, буквально через 500 метров, их тормозит экипаж ДПС. Водитель недоволен. И мало того, он считает себя абсолютно правым, предъявляемому видеодоказательства. Но водитель стоит на своем. Он ведь никак не помешал пешеходу. На данном перекрестке ничего не произошло, поскольку пешеход полностью был пропущен. И, соответственно, никаких помех я не создал. У меня также есть видеорегистратор, который также подтверждает то, что я ни единого пункта, то есть правила дорожного движения не нарушил. Если человек уже находится на приезжей части, уже переходит дорогу, соответственно, пешеходу нужно уступить приезжую часть, остановиться, отдать возможность ему закончить переход через приезжую часть. Так что водителю грозит штраф до 2500 рублей, а мы возвращаемся обратно на перекресток. Сейчас проведем небольшой эксперимент. Я ведь тоже, по сути, пешеход одета. Я в яркой желтой курточке. В руках у меня видеокамера. Сейчас попробую перейти дорогу. Посмотрю, как мне будут уступать. Не пропустили. Две машины. Закрадывается подозрение, что проверку водителей стоит начинать с IQ. В следующий раз попросим проговорить правила дорожного движения сотрудникам ГИБДД. А пока очень интересно, что помешало водителю постоять 30 секунд, чтобы пропустить пешехода. Почему вы меня не пропустили на пешеходном переходе? Я вот вроде яркую курточку одета. Ну, то есть, раньше. Да, вот сейчас вы проехали, не пропустили меня на пешеходном переходе. Что молчите? Что молчать? Вы на той стороне шли? Я шла вот на середине уже, по дороге я была. Видео у нас есть, мы его сейчас покажем. Скрытое патрулирование в Березняках будет продолжаться. И вот здесь все-таки хочется пожелать пешеходам помнить золотое правило. Пешеход всегда прав, пока жив. Поэтому повнимательнее на дорогах. Вера Андреева, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками.